Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Кристина Рабина. Это грядущие библионочи в Анапе. Выявить факты неформальной занятости – явление, которое наносит вред и самим работникам, и экономике города-курорта. Работодатели должны заключать с сотрудниками официальные договоры, индивидуальные предприниматели должны стоять на налоговом учете. В Анапе открыли сезон мониторинга трудовых отношений. Начали с северного рынка. Есть определенного образца акты мобильной группы выхода. Сейчас каждый из вас получит этот акт. Есть памятка, которую мы будем раздавать нашим предпринимателям. Предварительный инструктаж мобильной группы. В нее входят представители городской администрации, службы занятости, в данном случае сотрудники северного рынка. Специалисты выявляют тех, кто работает без каких-либо документов. Управление судзащиты был зарегистрирован. Здесь все в порядке. Даже есть специальное удостоверение. В любом случае вся информация заносится в специальный бланк. А тому, кто стоит за прилавком, выдается памятка. Если это наемный работник, то ему напоминают о праве на отпуск, пенсию, больничный. Индивидуальному предпринимателю рассказывают, что, уходя в тень, он обманывает уже сам себя. Предпринимателю лучше зарегистрироваться, потому что, во-первых, он будет знать, что у него в будущем будет пенсия. Он отчисляет налоговые, соответственно, показывает свою декларацию о доходах. И если вдруг захочет взять, например, кредит, да, то тогда уже ему проще будет. Человек, который нигде не работает, он не может взять кредит, он не получает пенсии. У него нет больничных. Поэтому это, в первую очередь, защищенность социальная. В основном продавцы здесь сами индивидуальные предприниматели. Однако бывает, что на одного человека два, три, а то и все пять договоров аренды. Тогда физически необходимо нанимать помощников. В этом случае два торговых места находятся друг напротив друга. Предприниматель поясняет, что легко управляется с обеими точками. Те, за кем большое количество мест в разных концах рынка, приедут ближе к лету. Но это не значит, что к ним не заглянут. Мы на системной основе будем проводить такие мероприятия. Постоянно, монотонно, рынки, предприятия общественного питания, предприятия санаторно-курортного комплекса. Раз в месяц мы будем заседать наши комиссии и будем разбирать конкретно людей, которые допустили какие-то нарушения. Будем передавать эти документы в соответствующие органы, будем, соответственно, подкрепляться мнением трудового инспектора, который курирует наше муниципальное образование. В муниципалитете нацелены на конкретный результат в защиту прав наемных работников и, что также немаловажно, поступление налогов в бюджеты всех уровней, а значит, решение самых разных социальных задач. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Анапа снова в лидерах. Наш курорт, единственный из городов Кубани, вошел в топ-5 туристических направлений на 9 мая. Также среди городов-героев и городов воинской слабы нашей страны, россияне планируют поехать в День Победы в Санкт-Петербург, Севастополь, Москву и Феодосию. В Анапу туристы бронируют поездки в первой декаде мая в среднем на 11 ночей и тратят на проживание 1200 рублей в сутки. Рейтинг предоставил российский сервис travel.ru по результатам анализа брони и отелей и апартаментов с 8 по 10 мая этого года. Сегодня в Абинском районе состоялись краевые учения пожарных подразделений Краснодарского края. Огнеборцы из пяти муниципальных образований показывали свой профессионализм притушения самых сложных пожаров – возгорания нефтепродуктов. За анапских пожарных болел наш корреспондент Руслан Душевский. Почти тысяча человек и несколько сотен единиц пожарной техники собрались на специальном полигоне поселка Ахтырский. Подразделения из Новороссийска, Анапы, Белореченска, Кропоткина и Сочи прибыли на ежегодные краевые учения. Эти учения для нас, как я уже сказал, традиционные. Почти 30 лет они проводятся каждый год. И для сегодняшнего дня у нас, собственно говоря, есть новые образцы техники, есть новинки, которые мы сегодня хотим показать. В строю стоит новые образцы техники, которые будут применяться. Это будет применяться и переноподъемник Трофимова, и различные установки ПУРГА, и будут применяться все современные образцы техники, которые используются на территории Красного Скоро. Последние минуты готовности. Пожарные получают заключительный инструктаж и проверяют техническое оборудование. Поступает сигнал тревоги. Учения начались. Сейчас на пожарном полигоне поселка Ахтырский действительно жарко. За моей спиной горят две емкости объемом по 1000 кубометров. Горит сырая нефть, которую закачали предварительно организаторы соревнований. И мы видим, что пожарные уже приступили к тушению. Пожару присвоен самый высокий уровень сложности. В считанные минуты первое подразделение пожарных из Анапы приступает к охлаждению резервуара. Здесь же разворачивается мобильный штаб, который координирует все группы и дает указания по ликвидации возгорания. За их работой внимательно следят наблюдатели. Они оценивают быстроту и правильность принятия решений. Возгорание локализовано буквально за несколько минут. По замыслу учения было использовано два варианта тушения одновременно. Один с помощью подъемного механизма автолестницы с двумя пенными стволами и один прицепным стволом, который располагается на земле. Ствол высокого давления и большого расхода позволяет давать по раствору сразу 110 литров в секунду. Оба решения были выбраны верно и расчеты позволили потушить оба резервуара. Уже по первым данным, которые сообщили наблюдатели координатора мучений, становится ясно. Анапские пожарные справились с заданием успешно. Подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона на полигоне в поселке Афтыска с поставленной задачей справились. Оценка руководителя мучения поставлена хорошая и поставленная задача была выполнена правильно и своевременно. Действия лечства стала слаженной. В этом году исполняется 360 лет пожарной охране. В рамках этого события в этот же день возле памятника огнеборцам новобранцы приняли присягу на верность служения профессии. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Парад, посвященный 27-й годовщине принятия закона о дне реабилитации кубанского казачества, пройдет завтра в Краснодаре. В нем примет участие анапская делегация, в составе которой более 100 представителей районного казачьего общества. Начало торжеств в 10 утра у собора Александра Невского, где состоится праздничный молебен. А в 12 часов начнется торжественное прохождение парадных расчетов кубанского казачьего войска, в составе которых будет 52 анапских казака. На главную площадь столицы Кубани взвод почетного караула вынесет регалия кубанского казачьего войска. Торжественным маршем пройдет пешая иконная группа почетного караула. Парадный расчет казаков, участвовавших в юбилейном параде победы на Красной площади в Москве, расчеты исторических отделов и округа войска, учащиеся казачьих кадетских корпусов, казачьих школ, участники Союза казачьей молодежи Кубани. Показывать парад в режиме реального времени будут наши коллеги в 12 часов дня. Его можно будет посмотреть на телеканале Кубань24 и на сайте kuban24.tv. В это воскресенье люди, неравнодушные к живой природе, отметят День земли. В заповеднике Утриш подвели итоги конкурсов для студентов и школьников из Анапы и Новороссийска. Самые юные кормили птиц, кто постарше, написали свои первые научные работы, а также картины с призывами беречь живую природу. Эти ребята помогали перезимовать птицам. Вместе со взрослыми они делали кормушки, устанавливали там, где живут пернатые, отправляли отчеты сотрудникам заповедника Утриш. Первое место занял первоклассник Прохор Якушкин. Он уверен, что помогать птицам необходимо. Если мы их подкормим, то они будут нам приносить пользу, будут есть из огородов, гусениц и всяких других животных. О конкурсе Анастасия Якушкина узнала от сына и от классного руководителя. Такие мероприятия в семье считают полезными, потому что они прививают любовь к дикой природе. Для нас это очень важно, для того, чтобы была чистая планета, чтобы можно было с детьми гулять. Мы недалеко живем от Утришаном, очень приятно ездить, когда чисто. В холле работы студентов и школьников – это не просто картины, каждая – агитационный плакат. Вот тут горы мусора, которые оставили после своего отдыха люди, и животные, которые уходят со своих мест обитания. Олеся Ефимова старалась наглядно донести простую мысль – нельзя мусорить на природе. Это графика с акварелью. Когда училась в школе, девушка помогала раненым птицам и убирала мусор в плавне ханапки. Сейчас она учится на преподавателя изобразительного искусства, но на конкурс «Мотивы Утриша» подала заявку скорее как любитель природы. Я тоже отдыхаю на Утрише, я здесь живу, и для меня это очень важно. И поэтому, как если не так, если я могу показывать это искусством, то почему бы и нет не показать людям то, что нужно убирать за собой мусор и содержать природу в чистоте. Олеся заняла третье место. Всего в конкурсе приняли участие 138 студентов и школьников из Анапы и Новороссийска. Здесь призывают не ловить черепах ради забавы, а енот просит всех и за всех, чтобы животных не обижали. Какие у нас умные и одаренные дети. Мы с вами, как взрослые, видим природу своими глазами, дети видят ее своими глазами, и даже их глаза иногда будут интереснее наших. Также студенты и школьники представили научные работы на экологическую тематику. В жюри отметили их высокий уровень. В заповеднике уверены, что у дела защиты живой природы есть будущее. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Завтра любителям литературы будет не до сна. Город-курорт седьмой раз примет участие во всероссийской акции «Библия-ночь». Девиз этого года отражает все многообразие литературного мира – магия книг. В акции принимают участие не только библиотеки Анапы, но и дома культуры, школы искусства, а также музеи. Наша телерадиокомпания узнала, насколько насыщенной будет программа мероприятий. Ряд мероприятий стартует уже днем. По улицам города-курорта будет ездить библиомобиль. Сотрудники библиотек расскажут жителям и гостям курорта о самых интересных темах года – чемпионате мира по футболу и юбилеях известных писателей и поэтов. В шесть вечера официальное открытие во всех филиалах. Основной акцент будет сделан на 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Читатели ждут интересные встречи с анапскими литераторами. Также их ждет возможность увидеть уникальные книги. Конечно же, выставки книг обязательно будут, потому что в этот день у нас из закрытых фондов выносится редкая литература. Та литература, которая обычно недоступна читателям. И читатели именно в рамках «Библионочи» смогут познакомиться с обширным фондом библиотек анапской централизованной библиотечной системы. «Библионочь» не ограничится одной только литературой. В центральной библиотеке посетителей ждет мастер-класс по созданию икебаны и урок японского языка. Специально для увлеченных театром читателей художественная студия поставила спектакль по мотивам известных произведений. В «Библионочи» примут участие и музеи. С 7 часов вечера в горгипе и жители и гости города-курорта смогут увидеть экспозиции книг, датированных 18 веком. Занятия по душе найдут и юные посетители. Самое интересное, что может ожидать родители и их детей, это виртуальная экскурсия, путешествие в Краевую детскую библиотеку имени братьев Игнатовых. Это будет такой интернет-путешествие, и ребята смогут пообщаться со своими сверстниками из Краснодара, а те в свою очередь побывать в Анапском археологическом музее, обменяться какими-то мнениями, событиями. С каждым годом «Библионочь» набирает все большую популярность. Прошлая акция собрала более 5000 человек. Ряд основных мероприятий запланирован во всех библиотеках города-курорта с 6 вечера до полуночи. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Уже в эту субботу зимний-весенний цикл «Дней здоровья» завершит профилактическое мероприятие в участковой больнице номер 3 села Юровка. Все желающие смогут бесплатно пройти комплексное обследование состояния своего здоровья. Можно будет выявить болезни сердца с помощью ЭКГ, пройти флюорографическое обследование, выявить на кардиовизоре наличие в сердце патологических изменений. Все гости Дня здоровья получат консультации профильных специалистов – кардиолога, невролога, офтальмолога и хирурга. Профилактическое мероприятие пройдет с 9 до 13.00 по адресу село Юровка, улица Молодежная, 1Г. Далее прогноз погоды на выходные дни. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый. Зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93. 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 21 и 22 апреля в Анапе ожидается переменная облачность. Возможно дожди. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов. Ночью прохладнее – 9 выше ноля. Ветер переменный – от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 10 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа-Самбурово 254. Мы делаем спорт доступным.